Всем привет! Блендер 2.91. Новая информация и хотелось бы опять ее законспектировать. Ну и попробовать именно как это все дело работает. Именно хотелось бы сделать игральные карты. Ссылка на канал и на ролик будет в описании. Так, что нужно сделать? Убираем пока свет камеру. Куб. Делит. На клавиатуре долой. End панель. Сейчас я скрин каски включу. Так, вот здесь теперь будет видно то, что я нажимаю. Единица на нампаде. Включаем Add Mesh. Добавляем план. Так, семерка на нампаде. Ну и немножко давайте все это дело вытянем. Как-то вот так. Теперь заходим в материалы. Назначаем материал. Добавляем Image Texture. Open. Находим скачанные карты. Ок. Чтобы видеть эту вот картинку, можно включить здесь вот в боку галочку и текстуру просто включить. Ну или переключиться вот на этот шейдер. Так, что у нас тут получается? Давайте немножко еще как бы растянем ее. Зайдем теперь в шейдинги. Здесь есть у нас тут ноды. Нужно их продублировать. Вот эти два. Выделяем. Жмем сочетание клавиш Shift D и уводим их вниз. Так, вот эту вот штуку можно повыше поднять. Вот этот нод G уведем подальше. Можно его пока отцепить. Добавим теперь нод Add Shader. Так, добавляем Mix Shader вот сюда и подключаем к нему вот эти вот две два нода. Вот так вот. А этот подключаем вот сюда. Так, пока ничего нет. Surface вот появился к Surface подключаем. Вот на этот теперь Image Textures ставим обложку. Вот этот как он называется? Сторона без картинки. Здесь получается у нас наполовину стоит Mix Shader. Если мы убираем на единицу, у нас вот одна картинка. Если до конца, то у нас именно вот эта вот глянцевая часть получается. Ставим на 500 пополам. Так, и теперь нужно еще один нод добавить. И теперь, чтобы у нас две стороны было видно, нужно Add к геометрии добавить. Так, именно нод. Так, а где он? Текстуры, Color, шейдеры, Output, Input, геометрии. Вот в Input находится геометрии. Ставим его вот сюда, повыше. Здесь есть Backfacing вот этот. Вот его нужно соединить вот с этой Mix Shader. Вот теперь у нас должно быть две стороны. Так, но у нас пока одна сторона. Переключаемся вот в этот вид шейдеров, в Авиапорт Shading. И вот у нас и вот здесь есть Индеец, и вот глянцевая часть рубашка. Так, единица на нампаде. Можно все это дело перекрутить. G поднять. И вот уже карта готова. Так, тройка. Можно еще так его перекрутить. И таким образом можно сделать колоду. полностью. Если вам нужно будет перевернуть вот эту вот часть какую-то, если две картинки будут смотреть в разные стороны, и одну картинку нужно, допустим, отразить, что нужно сделать? В Shading заходим. Я забыл сочетание клавиш Ctrl-T. Почему у меня не работает? Надо что-то подключить. В каком-то ролике я об этом говорил, но память забыла. в каком ролике и как это все дело включить. Значит, пойдем по старинке. Включаем. Нам нужно добавить сначала текстур. Для текстуры у нас нужно добавляем сразу маппинг, подключаем его вот сюда. Теперь добавляем шейдеры и текстур координаты, текстурные координаты. Вот они. В input находятся текстурные координаты. Мы их здесь ставим и подключаем UV вот эту. Теперь, чтобы у нас отразить, развернуть вот эту картинку, нужно ротацию и, допустим, по Y поставить 180. отразилось у нас вот эта часть. Возвращаем это все дело на 0. Теперь вот это все можно сделать дублированием Shift D. Перетаскиваем это все вверх G. Подключаем теперь вот к этой текстуре. И вот эту текстуру можно теперь по ротации 180. Enter. Вот мы ее развернули. Вот такая штукенция. Так, если мы UV отключим, то вот у нас не будет уже картинки. Вот такая штука. Layout. вот у нас карта. Можно сделать полностью колоду таким образом. Прикольная информация, прикольная штука. Все всем пока, до свидания. мм.